Благодарю группу ВКонтакте «Пробитый турист», «Клуб свободных живые люди» «Это Сибирь», «Сибирь» и группу «Алтай Байкал Хакасия ТВ экспедиции походы» за продвижение моего проекта. Особая благодарность магазину экшн камер SJ за предоставленную видеокамеру, фирме Stream за байдарку и гермосумку, а также YouTube канала «Меньше одной лошадиной силы», «Лесные, лесные тропы» и походы сплава «Тайга Сибирь» за поддержку и обмен опытом. Добрый день, уважаемые зрители! С вами канал «Гненики-бродяги». Сегодня мы находимся в республике Хакасия на реке Белый Июз возле поселочка под названием Мендоль. Давно хотел снять сплав по этой реке. Это одна из самых быстрых рек Хакасии. Но сейчас у нас конец августа, и поэтому скорость течения очень низкая. Много отмелья и переката будет довольно сложно, но, думаю, будет очень интересно. Однопременно это и закрытие сезона будет ролик. Сегодня по плану у меня выход. Сейчас в 4 часа вечера, выехали поздно. Небольшая проблемка была, заминка, поломка автомобиля. План на сегодня пройти 20-25 километров. Жара неимоверная. Сейчас, наверное, 30. Утром было всего плюс 2 в поселке, туда я выезжал. А здесь ночью уже до минус 8 опускается. Пойду я на двухместный байдар и хатанга. Первую часть пути у меня будет совместно. Со мной пойдет девушка, жена водителя. Заодно, так скажем, прокачу ее. А дальше, и дальше, второй часть пути я буду уже, соответственно, один выполнен. Ну, долго не будем разговаривать, потратил много времени на старте, на поездку. В общем, сейчас сядем и отправимся губ снимать даже походу. Сегодня еще обзор рации будет, не дышит, а я показываю мне, как пользоваться своей техникой. Нажимаешь кнопку, говоришь, сиськи! И там слышно, да? Это все слышно. Видите, это слышно, на самом деле. Можно. Вот такое чудо. Фокусируйся. Тыщи. Будем меня сегодня тестировать. Сейчас маленький щечек перетащу туда, если будем сразу сесть. Вот так примерно. Нормально. Где я делаю? Ну, вот так вот. Все, залезла? Да, залезла. Так. Тихо, 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 тихо. А, все, понял, в пакете. Выходим. Пробуем выйти. Сейчас, выйдем мы. В глубину. Я как думаете, успею найти любовницу? Ты офигел. Я могу и еле поздно найти. Ха-ха-ха. Сейчас начну тут эти коряги хрустить. А ты думаешь, что под ним пройдет? Пройдем. Справа слишком мелко. Назад поклоняйся потом, под деревом. Ну да, как сможешь, сколько сможешь. Я постараюсь между пройти, конечно, ветками. Весло держи. Весло держи. О, тут перекатчик надо будет на баллонах, наверное. Вода серая, может быть, придется на баллоны ложиться. Что, аккуратней. На каком уровне он слева? Смотри, дерево сломано. На уровне роста человека. Ух! Ну, поперек еще протащила. Хер, развернешь я. Пошел. Скорость маленькая, пойдем. Видишь, какой камень, смотря отсюда вообще. Пойдем, столкнем его. Разворот. Нормально. Сели. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй. Отгребать надо. Поприси слом. Коряга. Фух. Нужно будет днище проверить. После всех таких переходов. Фух. Нет, ты вылезь, я сейчас это, если что, тоже могу, если что. Я сейчас на тот берег перейду, там перепакую все равно еще. Нормально. Там в одном месте, это, останавливались, обносить пришлось. Прямо вообще жестко. Ну все, забрасывай сюда. Да, я сейчас он туда перейду, переупакуюся. Ну я пока здесь. Ну вот, мои товарищи остались на том берегу. Сейчас я их позову. Давай. Помашите ручки. Ну вот и все. Я просто помахал жопкой. Помахал жопкой. Все, понял. Ну все, дальше самое жесткое начнется. Жесткие перекаты, где лучше пойти одному. Байдарку я переупаковал. Основную сумку оставил сзади, но вторую, 60-ую, перенес на с собой отделение. Там коллеги, которые равномерно другодружат. Ну все, гружусь и поехал туда. Как видите, сегодня я в жилете. Так как река имеет категорийность, первую, либо вторую. Вот такие дни, когда воды мало. Вторая категория сложности. Это постоянные улова, постоянные перекаты, постоянные завалы, обносы. Поэтому, сплавляясь по категорийным рекам, я одеваюсь по жилет. По другим рекам, как вы видели, я его не всегда одеваю, так как он довольно стильно стесняет движение. У меня он неудобный. Горло давит местами. Поэтому стараюсь ходить без него. Но лучше всего спаляться всегда в жилете. Сразу за дорогой река очень узкая. Можно вон достать рукой до дна сантиметров тридцать всего воды в это время года. Необходимо пройти участок несколько километров, и там уже июз станет более глубоким. Воды веслом скребу. Но там рыбак впереди, скорее всего, меня не видит. Удочку свою раскидал. Это байдарка? Это байдарка, говорю. Мам, байдарка! Ну? Не подчаливайся, поменьши! Да не, некогда, надо время. Сон-то садится уже. Времени мало. Пляшу бы за. На привале надо будет не забыть посмотреть нищие байдарки. Это вроде бы крепкое, но мало ли. Надо посмотреть будет. Ага, спасибо. Подхожу к отметке. в тридцать пять километров. Время еще пока есть. Фух! Есть немного времени передохнуть. После прошедших перекатов. Подряд, где опять садился бортом. Довольно красиво здесь сегодня опять, как всегда, впрочем. Подхожу к месту под названием Бобровая заводь. В двух словах, это такое место, где река течет прямо, а потом делает резкие два поворота. И вот на этом повороте, на первом, как кармане, как ловушке для автомобилей, которые слетают с дороги, вот на этом месте очень много бревен. Там в два-три человеческих роста бревена нанесено. Русло очень узкое. На байдарке там даже пройти одному довольно трудно будет. Но, думаю, хатанга не подведет меня. Место это будет километров через пять. На тридцатом километре. Надеюсь, налобником снять. Ну, пока не получается как-то закрепить штатив. Перешел в часть уже, таежную часть Июса. Здесь уже не берез не встречается, только сосны, ели. В основном, ну, уже, так сказать, в дичь перехожу. Солнце в часе примерно от заката. Если посмотреть, ну, примерно час до заката, думаю, пройду бобровую заводь. Ну, кстати, куда-то мне опять несет, надо закончить съемку. Чуть-чуть не налетел вот на эти ветки, пока записывал. Думаю, пройду сегодня бобровую заводь и уже за ней сразу где-то буду вставать на ночевку. Успею, не успею, я к тому месту, где мы ночевали в прошлый раз с группой диска. Ну, если успею, то вообще будет чудесно. Дошел до так называемой бобровой заводи. Первая часть, первое русло вот здесь, но это в высокой воде. Сейчас воды слишком мало, поэтому ее нет. Основное русло идем пока этим. Да, неудобно снимать одной рукой и грести. Одновременно нужен все-таки мне оператор, думаю. Да, вот сейчас ощутил небольшое неудобство от того, что сижу все-таки сзади. При низком положении камеры слишком много байдарки и практически не видно воды. Так приходится держать в руках ее в основном фотоаппарат. Сейчас попробую на привале где-нибудь на лоб повесить вместо своего налопника. Попробую повесить, у меня такая функция предусмотрена. Здесь возьму от селфи-палки крепление и запихну туда. Тогда, может быть, попробую снять высококачественно. Потому что моя экшн-камера снимает не очень хорошо. В общем, нашел способ закрепить камеру на голове. Точнее, свой смартфон. Съемка, думаю, дальше будет поинтереснее, более качественной. Хотя нет возможности посмотреть, что я там снимаю. Да и крепление, честно говоря, там условное. Вот опять очередной перекат прохожу. Небольшую на этот раз. Успел одеть камеру на голову. Но уже вижу первые признаки приближения заводи. Не знаю, в такую мелкую воду пройти будет довольно трудно. Ложусь на бавоны. Так, мелкое место вроде бы прошло. Идем дальше. Сейчас правое, самое коварное русло, вот оно правое, закрыто деревьями, да не попасть. Ну, собственно говоря, мне туда как раз таки и не надо. Нужно двигаться мне прямо. Неудобная спинка у хатанги. Спина уже очень устала. Благо, что плотная спинка жилета смягчает. Какая-то тряпка вон висит. Поддых. Попробую пройти стороной, если мне ширина пролизов поспорит. Да, там лежал камень. И сразу же уходим в другую сторону, так как здесь отмель. Я уже скребу веслами. Мне нужно развернуться. Но на весл, на отмель это сделать не очень-то легко. Чтобы не затащило меня под это бревно. Сразу начинаю работать на веслах. Ну, вроде бы, прошел. Сама бобровая заводь начинается вот за тем поворотом. Маленький участок, буквально 30-40 метров. Ну, очень сложный в низкую воду. Посмотрим, что сейчас там. Вот это малая бобровая заводь. Сколько? Ну, буквально метров, сантиметров 80-90 максимум. Учитывая то, что под водой течение здесь сейчас довольно слабое. Не такое бурное, как было, например, в июне или июле. Ну, думаю, пройти пройду. В этом году она не очень большая. Половодье было не сильное. Но, однако, лавировать придется как раз-таки на выходе, на правом повороте придется очень сильно лавировать. Посмотрим, насколько здесь коряк нанесло этим летом. Ну, насколько здесь какая заводь бобровая. Итак, уходим в поворот. И чтобы нас не нанесло, заносимся и начинаем работать к берегу. Бросим скорость, уйдем на берег в противоположный. Течение идет там. Здесь течения почти нет, поэтому я сюда ухожу, чтобы спастись. Вот теперь будет самое интересное. Нужно сесть поудобнее, чтобы видеть далеко. Солнце светит прямо в лицо. Бликует и вода. Бликует с камешки. Вот вижу, преграда. Скорее всего, она еще на одну меня несет. Или это просто не тотный. Далее. Идем почти вслепую. Постараюсь пройти здесь слева сразу. За этой, между левой и правой веткой. Да, прошел. Отлично. На рафте было бы здесь очень трудно. Очень сильно бликует, не зная, что на камеру получится, поэтому стараюсь комментировать. Впереди опять шум, шумляк. Немного дезориентирует такие шумляки. Не всегда понятно, то ли это перекат, то ли это деревья, лежащие по берегам. Да, это нехороший мелкий перекат. Да, здесь два течения встречаются вместе. И вот иду к этой скале. Сразу табанимся. Оттормаживает. Все. Отлично. Такой угол падения воды. Ну ладно, чтобы не зевать. Видите, как можно зеваться на противоположное налететь дерево. Нужно держать небольшой уголок здесь все-таки. Юс он такой. Он довольно сильный, быстрый и, ну скажем так, коварный. Скала. Довольно красивая. Ого, волны. Ну вот, байдарка легко держит курс. Видите, как надо обойти. Без всякого киля, без всего. Какой перекат мощный. Вернее, там уж и... Так, опять отмель коварная. Блин, темно, ничего не видно. Вода уже темнеет здесь довольно сильно. Кнопки на смартфоне. Записи отдельные нет. Здесь только, как сказать, тачек, который нажимать на экран надо. На скрин сам экран. А пальцем не видя, куда шумаешь, тяжело. Поэтому непонятно, как будет запись получаться. И вообще, получится ли она. Ну, надеюсь, получится. Кстати, пишу сегодня. 60 фпс. Мой друг Алексей, и больше его знаете, как канал Лесные, подсказал мне, как это можно сделать. Спасибо тебе, Алексей. Дело прям вообще отличное. Сейчас, надеюсь, качество ролика будет намного выше. У нас, пользуясь случаем, у нас есть небольшой чат свой ВКонтакте. Обмен опытом. Там сижу я. Вот Алексей, Лесные. Андрей Берман, канал Меньше одной лошадиной силы. Головушкин Максим, канал Лесные тропы. Ну, в общем, там, в своей небольшой компании своей сидим. Ищите нас в ВКонтакте, добавляйтесь к нам и, возможно, к себе перетянем. На Июсе, кстати, очень много уток. Вот целая стая сейчас впереди. Спугнул. Ох, итак, забыл сегодня свои бумажные карты. В первый раз приходится идти только по электронным. Ну, собственно говоря, ничуть не хуже. Вот отметка в 34 километра, где находится бобровая заводь. Здесь отметка 35, и за ним будет у меня уже ночевочка. Так, с картами разобрались. Теперь надо разобраться со средней скоростью. Где у нас там трекер? Итак, средняя моя скорость движения 4,9. А, средняя – это общая скорость с остановками. Ну, как вы видите, средняя скорость движения 6,15. Довольно приличная. Максимальная скорость у меня вышла 11. Сейчас скорость 6 километров в час. Пройдено 12 километров, а 13... Ну, и в общее время все тут показывается. Удобная программа. Ну, а плюс, к тому же еще пишет сам трек. График показывает статистику. Показывает, почему с картой проблемы. А, во, все. Ну, все, 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 не дергайся. Вот фокус. Сейчас я наручное переведу. Ну, вот, скажем, маршрут мой пройденный. Отминусуем сейчас. Вот такой извилистый. Ну, сама карта здесь, естественно, не показывается, потому что работает интернета, связи здесь нет. Но мне довольно нравится. Можно также сделать точку. Например, взять, фотографировать в этом месте что-либо. Делаем фотографию. Ну, прямо в байдарке своей. Все, сохраняем. И теперь на карте появляется, как мы видим... Нет, без оптики плохо. И вот, как мы видим, на карте появляется маркировочек небольшой такой. Потом его можно просмотреть или показать на гугл-картах. Удобное приложение называется... Мои... По-моему, Мои... Мои приложения называется. Вот, дошел до этой горы. А напротив нее отличное место для стояночки. Сейчас пройду перекат. И по правому берегу там будет большой такой каменный пляж. Длинный метров. Наверное, 20-30. И небольшая такая, двухметровая. Ну, полутора метровая примерно, как эстакада. Сейчас дойду, покажу. Сбросим сейчас скорость. Сейчас зачалимся. Нужно сходить на разведку. Где мой шлеп? О-о-о-о! Сначала байдарку получше. О! СМСки дошли, что ли? Здорово, связь есть. Что-то дрова пили. Так что, скорее всего, тут не один. Да, это то самое место. Большой пандус. Место, где мы сидели в прошлый раз. Костерок. Дрови и лепешки. Которые говорят, там, что-то здесь неподалеку есть поселок, что ли, какой-то. Ну, вот. Здесь мы ставили лагерь в прошлый раз. Ну, собственно говоря, здесь я сейчас и становлюсь. И сюда поставлю палатку на более-менее ровное место. Итак. Вытащил байдарку. Перетаскал все свои вещи. Не так много, как вроде казалось. Но просто идти довольно далеко. Вот. Вот. СМСки ушли, сейчас были доставлены. Ну, вот. Пришло время. Сейчас-то перецеплю. Итак. Пришло время проверять дно байдарки. Вроде бы пока все хорошо, все нормально. Вот есть единственное, что небольшие потертости. Но, вроде как, это не критично. В общем, солнце село очень быстро. Пилить дрова не успеваю. Поэтому я решил просто набрать небольших веток, если видно, вот, маленьких напилить. А большие решил прям так целиком кидать. Пускай горят они, пускай шая, что-то типа ноги сегодня сделаю. Плюс там напилинных еще парочку нашел. Видимо, от тех, кто раньше тут передо мной был. Ну и думаю, фух, комарики стали появляться. Думал, уже их нету. В общем, сейчас буду разводить огонь. Быстренько перекушу. Надо ставить палатку, раскидывать вещи. И как-то все это делаю. Лагерь себе здесь немного обезопасить. Хотя бы по низу какую-то элементарную ловушку натяну. Хотя бы шумовую. Здесь край довольно такой дикий. Кабан ходит, медведь. Сейчас завтра буду сплавляться. Возможно, буду проходить по месту водопоя, где всегда дичь уходит. И посмотрим. Может быть, если не сами желтые, то хотя бы следы точно обнаружим. Но это все будет завтра. Сейчас холодает. У реки уже совсем холодно стало. Довольно прохладно. Хоть куртку одевай. Так что скоро здесь это холод. Ну, уже сюда придет. Надо скорее разведить огонь. Там уже чую дым. Костер соседи мои развели. Пока не ходил, не сменял кто-то такие. В общем, пока некогда будет снимать. Потом вечерком обязательно еще что-нибудь сниму. Вот. Уже вроде как полегче стало, когда костерок горит. Сейчас загорится березка. Я ее пущу пониже, чтобы сделать костер для готовки. Сейчас, если огонь разойдется хорошенько, я его растяну. Сейчас, раскидаю вот так. И эту березину положу сюда. Вот. И теперь на этом бревне между этих бревнах буду готовить. И так, на ужин у меня два варианта. Каша рисовая или каша гречневая. Скорее всего, начну я с рисовой каши, так как она требует больше времени для готовки. Его надо хорошенько прогревать. А гречневую кашу можно есть и так завтра, прямо от байдарки. Поэтому сегодня будет у нас рисовая каша на ужин. Вон же обед, вон же завтрак. Еще сейчас поставлю воду для чая, вкуснее кофе. И будет вообще шикарно. Вот и подошел завершение мой первый сплавной день. День был очень насыщенным. Начнем с того, что мы опоздали с выездом. У водителей машина поломалась. Что-то там сигнализация случилась. Думал уже все. Сплава не будет. Очень сильно я расстроился. Так как это последний сплав в этом сезоне. Сейчас уже здесь холодает, я уже говорил. Ночью здесь может опуститься температура до минус 8 градусов. Снаряжение у меня в основном летнее, осеннее такое. Палатка у меня кемпинговая вообще. Ну, по крайней мере, двуслойная. Имеется там такой условный тент. Спальник тоже у меня такой тоже условный. У меня экстремалка, минимальная температура плюс 5. Ну, взял с собой космо-одеяло. Плюс вот горелка буду. Горелка удобная штука. Чуть-чуть включил. Буквально ненадолго полежал, погрел. И все, тепло становится комнатной палаткой. Конечно, ненадолго, все сразу быстро это дело выдувается, остывает. Ну, а полчаса потает. Хотел бы вам показать неправильное использование горелки внутри палатки. Прожег себе в прошлый поход свой. Москитную сетку. Так что будьте аккуратны. Так можно и палатку сжечь, тем более она синтетическая или горит на раз. Сообщение доставились. Жене, что все нормально, все хорошо со мной. Также попросил своих водителей, которые завтра меня будут забирать. Они хотят попутно сходить на тропу предков. Ну, думаю, там встретились с ними. Выдали мне рацию. Ну, что-то, по-моему, настройки сбили. Что-то, наверное, совсем не кто показывает. А как толком пользуется, я еще пока не знаю. Так что, может быть, останемся без связи. Ну, в принципе, ничего страшного. Договорились о месте, о времени, где встретимся под мостом на левом берегу. Я, в общем, думаю, все хорошо будет. Ну, попросил их заодно еще и со мной слышать, что не отправить. О том, что у меня все хорошо. Ну, вот. Вкратце, где-то там, на зале камеры. То ли коровы мы сейчас орут, то ли кто-то балуется. Что-то там кричит непонятно. Не могу разобрать, далековато. Каша, кстати, хорошая. С кусочками мяса. Гречки за свои походы залить не так наелся, что, ой-ой-ой. Хоть это разнообразие. Итак, по треку. Результаты сегодняшнего дня. Пройденное расстояние 18 километров с копейками. Время движения общее 4.33. Чисто время движения 3 часа 30 минут. Средняя скорость общая была 4 километра в час. Ну, со всеми остановками, со всеми там переходами, остановками. А скорость движения 5,14. Максимальная скорость я развил за сегодня 11.37. То есть, я выйду в 10, соответственно, в 2 часа я буду на месте. Ждать меня будут ориентировочно в 3 часа там вечера возле моста. Ну, минус на съемку. Хочу завтра попробовать такую штуку поснимать. Интересную, хочу из двух бутылок связать небольшой катамаранчик такой сделать и экшн-камеру туда повесить. Точнее, поставить, чтобы она либо сзади меня плывала, снимала со спины, либо наоборот ее впустить вперед, опустить на веревке обязательно, конечно, чтобы она снимала как-то меня спереди, например. Ну, в общем, посмотрим, что получится из этой моей задумки. Время 6 часов 20 минут. Спал я, в принципе, нормально. За исключением двух нюансов. Долго засыпал. Не хотелось спать. Лег довольно рано все-таки. Еще 9 не был по местам часам. Потом проснулся посреди ночи. Ну, я думал, все, выспался. Хорошо поспал. Часа 4 часа. Пару часика перекон. То есть можно вставать. Пару часиков прошло. Телефон-то посмотрел. Опа! 2 часа ночи. То есть спал буквально 4 часа. Но довольно-таки хорошо выспался. Послушал книжку. В общем, уснул в 4 утра. Пару часиков еще поспал. В принципе, хорошо. Ну что, ночью был минус. Налить на байдарке. Первая серьезная ночевка. Тело так. Ну, ничего. Вроде бы нормально. Сейчас вот думаю еще вздремлю, потому что пока солнце не поднимется, пока байдарка не отогреется, идти никуда нельзя. ПВХ задубенело. Идти в таком не рекомендуется. Надо накачивать. Даже переворачивать сейчас еще нежелательно, потому что может переломиться где-нибудь. Буду ждать солнца, пока встанет. Это примерно ориентировочно еще 2 часа. В палатке тепло. Укрылся космоодеялом. Метел вторые штаны, кофту. Под голову положил себе свою жилетку. В принципе, тепло. Нет, не замерз ни разу. Ну, свежо, скажем так. Да. Голова мерзнет. Забыл шапку достать. Пришлось капюшоном укрываться. Ну, это ничего страшного. Сейчас немного прогуляюсь вокруг лагеря. Посмотрю, что-то как. Вроде все на месте. Костер пока разводить не буду. Все время есть. Посплю. Проснусь. Какой пар прям над туманом идет. Ой, какой туман прям над рекой идет. В общем, в принципе, нормально. С утра пара нет. Значит, уже плюсовая температура. При плюс 8, при температуре ниже плюс 8 градусов. На нашей широте на нашей высоте, скажем так, пара изотает. Но тут пара нет, значит, больше 8 градусов уже. Ну, это радует. Ладно, пойду дальше в горлога. Ну, все, разжег огонь. Время 7 часов утра. Не смог больше спать. Уже сон не шел. Развел огонь. Сейчас вот скипячу водички. Побью кофе. Поем горяченького. Я очень часто использую коробки с пацухих. Ормейских пайков. У них очень удобная, скажем так, форма и вместительность. В данном, например, данной коробке у меня лежит. Запасно практически 3 дня. У меня 2 булки хлеба, паштет, еще паштет, лаваш, сыр и шоколадка. Плюс даже в самой упаковке при необходимости можно вскипятить воду. Вот она влагозащитная, но не герметичная. Сейчас я приготовлю себе бутерброды из сыра и сарделек. Он уже нарезал себе. Ой! Да, когда костер горит, все-таки намного веселее становится. Теплее вроде как жить снова можно. Жить хочется. Ормейских пайков. Субтитры подогнал «Симон» Ходя по пляжу находишь много разных интересных вещей. Вот, например, забытая зубная щетка. А вот забытый каким-то рыбаком целый рыбацкий комплект. Ну что ж, теперь я обзавелся леской, поплавками. Можно, в принципе, рыбачить. Возьму с собой, возможно, пригодится. Итак, купил недавно вот такие гермопакеты с Алиэкспресс Bluefield фирма называется. Качеством был, конечно, немного удивлен. Заказывал ПВХ, пришел палаточная ткань обыкновенная. Но, в принципе, качество хорошее, воду не пропускает. 20-литровый мешок был проклеен отлично, а вот 60-литровый пришлось самому проклеивать. И так, вроде бы все вещи собраны. Смотрю место, где стояла палатка, может быть, что-то при выгрузке из палатки мог оставить деревья. Тут у меня села тряпка, карабины я все поснимал. Ну, а завалы я свои оставлю. Так, ну, вроде бы все, ничего не оставил. Ну, потихонечку теплеет. Скоро буду собираться в путь. Тент вот палатки досыхает. Сейчас мешочек просохнет немного. Жилет уже сухой. Спальник мой розовый, гламурненький. Палаточка уже подсохла снаружи, продувается. Панелькой заряжаю свою батарею за ночь, за холодную ночь, скажем так. На очень холодную ночь она у меня изрядно разрядилась. Весла, куртка, юбка самодельная. Кстати, сейчас покажу. Я уже рассказывал, что мне не пришла нормальная юбка. Поэтому я ее сделал из Оксфорда 250 по-моему. Просто такую трубу. Нижняя часть замерил диаметр, натянул веревку. Она мне сейчас натягивается. И верхняя часть чуть больше, скажем так, собранная на стропе, чтобы вокруг торца можно было ее стянуть. Ну, естественно, юбка так себе. Ну, по крайней мере, работает. Влагу Фоксфорд не пропускает. Воду кожа. Ну, юбка такая пока пойдет. Ну, потом переделал, конечно, со временем. Я вообще тогда не знал, как я правильно делал. Сейчас уже разобрался. Буду переделывать. Итак, добрый день. Снова. 11 часов утра. Байдарта собрана. Вещи уже все упакованы. Ох. Так. Что сказать про сегодняшний маршрут? Вчерашний маршрут был, по сравнению с сегодняшним, довольно, ну, так, на троечку, скажем. Сегодня на пятерочку будет. Слишком много вот таких вот подобных перевалов, таких перекатов сейчас, что грелы практически полностью перегораждают русла. Их будет очень много. Если вчера был один такой, буквально сложный, то сегодняшники три-четыре. Вторую часть вот маршрута я помню не очень, но, думаю, на месте разберемся. Осталось мне идти 25 примерно, 25-30 километров. Это примерно, ну, часа четыре я буду идти. Мне нужно быть там в три часа, то есть на съемку там, на обед у меня еще время остается. Не будем долго разговаривать, отправимся в путь. Вот так вот прохожу на камеру. Камера стоит вон, сама справа. Ух! Идешь, ставишь ее минуты три-четыре, потом возвращаешься столько же. Все для того, чтобы секунд двадцать-тридцать на камеру красиво, брутально покрести веслами. Вот так это снимается. Включено. Ага, все работает. Выключаем. Когда выдалась свободная от постоянных перекатов минутка, испытал небольшой ноу-хау. Катамаран для экшн-камеры. Интересные ракурсы, но требуется небольшая доработка. Очередной перекат. Но это тоже коварный такой отмель. Такая хорошая. Вон видны деревья. Топляк. Так, вроде бы прошел. Надо теперь развернуть байдарку. Ах ты, блядь! Бревно! Делаем поворот. Нужно уйти от этого бревна. Проскочил. Коварный поворот. Швисло захрустело. Собственно говоря, сейчас впереди меня ждет завал, который нужно будет обходить пешком по берегу. Сейчас посмотрим, как тут проходить. Ну, вот этим не вариант. Руслом. Тут и коряжины. Да и очень мелко здесь. К тому же. Так, и на выходе меня ждут коряги тоже. Что решил? Обносить можно. Либо попробовать вот по тому, по дальнему руслу пройти. Между вот этими корягами. Что-то смартфон задергался. Между корягами, вот этими как-то здесь. Опасность между двух бревен надо пройти сразу. После обливника того. После переката. Не налететь вот на это длинное бревно. Пройти здесь как-то между бревен. Блин! Тут вот еще одна коряга. Сюда снесет, скорее всего. Здесь два течения боковых. Стрелка там прямо на отмели. Мне на ту отмель можно занести. Вот это один из самых сложных здесь перекатов. Так, ну ладно. Сейчас посмотрим, как его обойти можно будет все-таки. Я немного сдвинулся назад по течению. Поднялся выше. Чтобы уйти в нужное мне русло. Попробую теперь реализовать свой план. Вот здесь надо мне налево пойти. Так. Здесь я прошел отлично. Теперь вот сюда надо мне сойти вниз. сяду, не сяду. Сяду, не сяду. Нет. Ну теперь надо вот между корягой и отмелью пройти. Чтобы туда не занесло, мне он надо. Там прошел. Здесь коряги вроде бы тоже прохожу. Жопу маленько подносит. Так. Значит течение боковое. Так. Теперь главное в стрелку нормально войти. Или ее как еще называют сбойка. Заходим, заходим, заходим. Сейчас надо будет сразу работать веслом. Так. Ага. Все поймал. О, там еще и расческа впереди. Да елка ж ты палку. Вот там между двумя. Опа. Здесь я прошел теперь. Сейчас двинемся в сторонку. А, прошел. Фух. Какое заваленное русло, а. Ну это еще не самое сложное. Самое сложное будет впереди. И еще один завал по берегу. Довольно крупный такой. Честно говоря, вот такие вот места выматывают. Так, а где там поворот-то? Куда дальше? А, направо. Ну ладно, тогда пучком идем дальше. Этими коряжинами оказался тот самый завал, который нужно обносить, где мы видели след медведя вон там. А за ним уже виднеется песчаный берег. Слышен скрип деревьев. Слышен как скрипит дерево. Обнос тут не очень большой. Ой, блин. Вот это место только обнести надо. Ну даже не обнос буду делать, а проводку по воде. Да, вот под этим деревом проведу вон в то улово, что впереди, скажем так, припаркуюсь и пойду исследовать берег. Так, проводку завершил, бурелом обошел. Ну какой красивый берег там ждет меня. Песчаный. Это, кстати, единственное место, где высокий песчаный берег. Все остальное в основном, ой, все в основном низкие берега, такие каменистые. Пойдем исследовать берег. Ну вот, след какой-то, не знаю, или собачий это, или волчий. У этих я не особо различаю их. Может маленький недвижонок какой ходил, но в основном что-то видимо пактистые. Четыре когтя, да. Вот тут хорошо видно, четыре лапки. Это волчий след. Вот в траве нашел след. Довольно крупная моя рукавода. Тут след, вон, какой огромный. Но он довольно старый. Уже земля вон скаменилась. Вот еще, кстати, один. Вот она. От когтей видно. Раз, два, три, четыре, пять. Когтей, пять. Правая лапа, передняя. Ну вот отправился я дальше. Сейчас мне примерно еще 15 километров осталось. Попробую выйти на связь. Нет ответа. Увы, сигнала нет. То есть, скорее всего, сигнал есть, но та антенна не добивает до меня. Мы вчера экспериментировали уже, заметили такую штуку, что он меня слышал, снежинка этот, а передать сигнал мне не мог. Сейчас будет, ах, как интересно. Что там у нас с перекатами? Там каменистые перекаты. Чтобы по самой скалой пройти попробовать. Вот таким углом не вижу. так же, над руками губны. Сел как неудачно боком-то. Вот тут чуть не кувыркнуло меня. Сел прям боком. Так, ну ладно. Смотрим дальше. Сейчас надо причалить. Посмотреть, как там байдарочка у меня. Самое сложное. Вроде бы я уже как прошел. Была бы чуть вода, посильнее бы. На бок бы положила точно. Хотя вроде все правильно сделал. Под углом вошел. В принципе была бы вода сильнее, я бы там проскочил бы. Ладно, ну-ка. Вроде ничего, борт целый. Так, ну что, смотрим. Да вроде все нормально. Гладко вроде бы все. Ну ладно. У-у-у. Страшное место. Подхожу к поселку Малая Сыя. Осталось около десяти километров. Местные жители на конях и автомобили сюда уже забираются. Кони переходят вброд. Ох. Может погруют местами. Осталось семнадцать километров до финиша. Скоро уже поселочек сейчас сделает два поворота. Под той скалой будет первый поворот. Над ней будет, как сказать-то, висячий камень, похожий на какого-то древнего воина, сидящего на горе под одним углом. Как раз буду проходить, попробую поснимать. Затем сделаю правый поворот, на развилочке обойду и выйду напрямую на Малую Сыю. Снимать тут пока особо нечего, довольно скучно. Разлив становится более широкий. Перекат я уже все попереснимал, уже ничего нового нету. Дальше вот на развилке только сниму. Вот. Ну, в общем, как-то так. Тут дорога, оказывается, вон идет вдоль, вдоль реки самой, мотоцикл. Уже немного осталось досы, это, по-моему, дорога на Комунар пошла. Повтори. Повтори. Так, прохожу очередной мини-перекат. Ну, вот это начало у него, скажем так, легкое. А выход, вот там, где катамаранчики сейчас идут, выход у него довольно трудный. Придется резко-резко маневрировать. Согласен. Туда, будет, гляза, гляза. Ага, все леноки. Подтолкнуть. О, нутка полетела, как раз заснял. Немного испугался, когда услышал рядом какое-то всхрапывание. А это, оказывается, кони стоят, их сразу-то и не разглядел. Черный, серый, или как пеги, правильно. Так громко только что хрипели, страшно аж стало. Думаю, что такое, где такое? А это вон-то. Ну, напугали. Очередная гора. Справа красивый висячий камень, как маяк. Стоит гора напротив меня с такими странными полосами, как будто кто-то себе ступеньки вырезал. Вся гора такая. Виды, конечно, здесь просто очаровательные. Было бы больше времени, можно было бы по всем этим горам походить. Только сейчас посмотрел на часы, оказывается, уже три часа. Я уже должен был быть, по идее, под мостом со всеми этими обносами, переходами, со съемкой. Блин, сильно запарился, что-то не обратил внимания, это не рассчитал маленько. Я еще даже до Малой Сыни не дошел километр еще примерно. И оттуда семь с половиной идти, но, в принципе, еще целый час. Видите, связь тут пока еще не работает. Снежинка, снежинка, прием. Снежинка, снежинка. Нет, связи пока нет. Ну, скалы мешают. Тут двойная или тройная даже скала еще мешает. Снимать, наверное, пока уже ничего не буду. Может, только что-то такое экстренное с головы может быть. Потому что просто нет времени, надо спешить, надо лопатить. Добрался я до Малой Сыни наконец-то. Даша достойная. Это старая канатная дорога. Трос вот с этого берега слева переброшен направо. И он, кстати, до сих пор еще функционирует. Кабинка такая специальная ездит. Но сейчас вот никого, к сожалению, нет, чтобы показать, как это. И вот руками один трос тянут и на кабинке перебираются. Сейчас, может, я посмотрю. А, вот она. Вот она появляется. Вот такая вот канатная дорога. Приближаюсь к горе, на которой имеется, как называемая, пещера Крест. Тропы почти не видно. Вон она идет на самую вершину. И вот здесь где-то сама пещера. Одна тоже из знаменитых пещер Хакасии. Жаль, нет времени туда сходить. Ну вот, вышел на финишную кривую. Уже виднеется скалы, на которых расположена тропа предков знаменитая в Хакасии. Тропа через несколько пещер. Где-то здесь, уже в этом же районе, где-то по левому берегу скоро буду проходить пещеру Ящик Пандоры. Вот сейчас, в принципе, доберусь до скалы, поверну налево и уже будут двигаться к мосту, откуда меня будут забирать. Так, уже виден грот. Вот он. Красивый вид из него на долину. Вот пещера виднеется. Ну, в общем, тут уже много пещер. Если посмотреть, наверное, поверху где-то же туристы особо и ходят, то всю дропу могут усилить. Кто-то, видимо, очень любит созерцать эту скалу. Поставил себе удобное кресло. Как раз вид открывается шикарнейший. Вот, кто-то колесо потерял. Опять мелкий перекат. Елки-палки. Да, а вон и туристы стоят. Маленькие. Как букашечки. Вон. Бегают. Ну, если присмотреться, наверное, тут много их. Это сейчас ложбинка тут и проходил. О, рация пиликает уже. Ладно, пойдем дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Буквально 15 минут. И сплав мой наконец-то завершится. Устал последние километры проматывать. Потому что опаздывал. Вот еще сквозная пещерка. Местные жители знают брод. Ура, наконец-то. Вот он, заветный мост. Сплав почти завершен. Уже последние метры. Ух, ну. Надеюсь, вам тоже было интересно, дорогие зрители, как и мне. Всем спасибо. К вами был канал Дменики-бродяги. Добрался. 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 Добрался.